всем привет друзья меня зовут кот в этом видео я вам покажу запуск и прохождение миссии которые делал я и еще один человек авторы указаны в титрах запускаем миссию ссылочка будет кстати в описании к видео эта ошибка не наша это ошибка карты какого-то файла видимо не хватает потому что арма обновлялась а вот карта к сожалению нет нажимаем далее закрываем эту ошибку она не за сколько не влияет запускаем и запускается миссия чтобы поговорить с персонажем в первых трех случаях нужно покрутить колесико мышки это нужно делать в лодке вот тут титры потому что без диалогов она непроходимая тут как бы сюжет присутствует мест миссия тестовая тут не особо много чего сделано но он также крутим колесико мышки брам пункт поговорить и разговариваем с персонажем я рекомендую остаться с ними но идти одному потому что если пойти одному то вы будете играть ночью а пнв вы найдете такого вертолета он там по заданию будет если идти с ними то они вас также сопроводят туда ночью если выбрали идем днем то нужно обязательно подойти к этому парню это последний человек с которым мы вот так разговариваем через колесико мышки дальше диалоги будут активироваться автоматически разговариваем с ним здесь он нам даст оружие которое будет получше чем то что у нас есть вот появился ящик и если нужен на км то забираем его будьте внимательны аномалии не видны детектора нет то есть они видны но некоторых случаях можно просто не заметить если я буду делать еще что-то то я не больше не буду использовать этот мод зомби and demons или как он там называется потому что я очень много часов отыграл в daisy если сравнивать то но зомби тут ущербные вообще они либо слишком шустрые либо слишком медленные здесь мы берем броник рекомендую зайти посмотреть если конечно нужен свой перетаскиваем на землю только после этого из него забираем вещи которые у нас есть бронежилет пятого класса дает насколько это в арме реализовано конечно дает хоть какую-то защиту тут можно взять и 74 калаш ну тут уж кому как есть в игре и западное оружие кому если нравится можно найти также вот например с обыскать этот стол то здесь можно найти стандартные м4 патроны к ней а также обычный прицел причем это обычная м4 она стреляет короткими очередями каждого задания присутствует описание считайте внимательнее чтоб не было вопросов там написано что куда и как уроды блин падла несчастны чуем сделал 0 здесь подходим торговцы разговариваем получаем задание можно почитать описание посмотреть метку на карте куда идти все отмечено все пока показано ну и соответственно выдвигаемся эти товарищи могут появиться внезапно откуда-нибудь убивается только в голову слишком близко к себе их лучше не подпускать конечно в моде своя медицина так что если вас ранили убираем помощь самостоятельно осмотр появится хинт с симптомами и уже выбираем что нам надо обезболивающее или перевязку но обычно два раза на нужно перевязаться ну да перевязываемся проверяем еще раз все в порядке идем дальше к вертолету тут надо быть повнимательнее потому что полно аномалий и мой совет чаще сохраняйтесь есть авто сохранение но они не везде можно аномалию использовать чтоб она и грохнула сколько мяса вы выпало здесь подходим к вертолету находим телефон или кпк как это было сталкере и здесь можно сразу идти обратно можно посмотреть этот ящик берем отсюда шлем пнв и дальномер тут опционально как хотите возвращаемся разговариваем узнаем что на поговорить еще с одним говорим вот с этим веселым парнем получаем задание только ты не обижать слушай деньги не главное понимаешь да если нет патронов можно взять их здесь но идем разбираться с бандитами также включен мод на систему выживания поэтому надо есть пить чтоб поесть достаточно открыть инвентарь и щелкнуть два раза мышкой правой кнопкой по банке тушенки или по бутылке с водой ну или по рп шкину в зависимости от того голод у вас и жажда дефолтный худ я из мода не стал включать оставил только хинты с подсказками вот нас два задания читаем что куда и идем после разборок с бандитами по заданию идем к деду тут у нас сидит забытый всеми дед он после разговора он сообщает о тайнике так что если нужен в сс возвращаемся на бандитскую базу и забираем его далее разговариваем зачем идем и пока к лаборатории тут разговариваем с персонажами здравствуйте на зданием стоят маркеры тут ошибиться трудно также тут можно взять свой 98 только не говорим с последним он нам говорит про проводника ищем проводника чтоб пешком туда не идти проводник появится только после разговора с медиком и будет он вот в этом здании подходим же по вы появляется диалог и мы появляемся уже у объекта один читаем описание тут главное сделать два дела перебить наемников и осмотреть кпп там будет важный персонаж наемников тут штук пять по моему но некоторые могут погибнуть в аномалии тут полный рандом заходим в здание кпп видим пленного чувака его убивать не надо разговариваем с ним здесь также можно взять емку с неплохим прицелом появляются пара заданий идем в аномалии в первую очередь с помощью телепорта попадаем вот в эту местность сюда кстати могут попасть и наемники через телепорт он и тоже работает находим телефон узнаем что случилось с учеными которые пропали ну а теперь возвращаемся на объект а2 если идти по дороге можно найти промзону в ней также будет ящик с оружием по пути частенько они будут появляться эти товарищи наверно где-то здесь должен быть этот ящик посмотрим да вот он сожалению из-за обновления арма у меня глюканула и в редакторе он пустой здесь в нем rpg это что я положил поэтому тут уж как есть просто и мод много раз обновлялся и игра обновилась объекте а2 нам нужно это здание находим солдата и проверяем снаряжение либо просто пустым подождем пока триггер сработает пока не появится хинта выполнений задания здесь можно пополнить а нет здесь оружие все таки не знаю нужен кому пистолет пулемет или нет но он тут есть больше тут особо брать нечего спускаемся вниз и там уже нас ждет важный персонаж разговариваем с ним движение 1 вам предлагает помощь присоединяется к нашу группу я рекомендую ему сразу дать команду идти к тому месту где нужно захватить транспорт чтобы болт не затупил его лучше отправить вот таким образом вот мы на карте поставили точку куда им пойти он уже пошел приходим с ботом сюда здесь здесь нужно перебить бандитов но старайтесь не испорти камаз чтоб пешком не пришлось идти берем машину садим бота и едем в бренск не надо на камазе ехать в оркуту иначе скрипты поломаются возможно даже вообще ничего не заработает тут все намного проще сделано приезжаем бренск выходим из камаза в описании написано что нужно подняться в этот дом говорим вот с этим парнем который слева да вот с этим он присоединяется к нам в группу и все вместе мы идем в оркуту пешком идти не надо проводник проведет вот мы появились в оркуте точнее в окрестностях до нее еще дойти надо читаем описание и идем к лагерю военных маркер на них стоит они живы с ними и все в порядке почти разговариваем с числом землю быстро нам говорит поговорить с командиром поднимаемся наверх и потом сюда мы говорим с командиром получаем задание если вы случайно активировали взрывное устройство раньше времени по его можно взять в ящики около военных сейчас покажу как открываем ящик из него перетаскиваем заряд на землю после чего ложим свой рюкзак открываем его убираем земля и перетаскиваем уже в рюкзак здесь такая система рюкзак просто так тут не работает все можем проверяем вот мы перетащили взрывчатку в рюкзак но я настойчиво рекомендую быть аккуратнее не использовать ее раньше времени потому что она изначально уже положено вам рюкзак здесь большой выбор оружия всякой херни маскировки там еще чего-то он рпк можно взять возьму ват на обычный каваш с ним побегаю нам нужно по заданию взорвать антенну антенна вот она там стоит маркер на ней также конечно поставлен подходим закладываем вот тут же взрывчатку и можно зачистить можно по-тихому положить и уйти после этого отходим подальше взрываем антенна упала задание выполнено возвращаемся к командиру военных разговариваем вся группа присоединяется к нам тут я также рекомендую всю группу сразу отправить к маркеру точки эвакуации чтобы боты нигде не затупили потому что если хоть один бот не сядет вертолет не залетит берем патроны в ящик если нужны подходим к точке эвакуации появится надпись бросить зеленую дымовую гранату скрипт пропишет вам эту гранату вот она у вас появилась в инвентаре автосохранка бросаем гранату и бежим в то здание потому что подойдет противник я рекомендую сюда вперед всех не бежать а дождаться основных сил помогаем солдатам разобраться с наемниками которые внезапно тут появились непонятно откуда но я-то знаю откуда через некоторое время за нами прилетает вертолет можно сразу дать команду бойцам пока он еще летит него сесть вот так вот это делается садимся вертолету данной ситуации мне один бот затупил поэтому сейчас мы его еще раз попросим сесть вертолет да вот он почему-то стоит и не хочет садиться но бывает такое седьмой вертолет понял вся команда села вертолет пилота запускает двигатели мы наконец-то улетаем отсюда чем получилось пока что так миссия тестова но она вполне играбельная поэтому можете поиграть если у кого арматы есть всего 6 модов я использовал будущем я если буду что-то делать я буду маленько использовать некоторые другие моды кроме оружейного оружейный втн мод я скорее все оставлю потому что модели там просто прекрасно а на этом все всем спасибо за просмотр с вами был кот поставь лайк если понравилось и не забудь подписаться на канал всем пока